Всем привет! Я вам обещала снять видео, где я буду пересаживать тараканов и рассказывать вам, почему я это делаю. Тот аквариум у меня подготовлен новый. Это у меня аквариум старый. В нем у меня сейчас находятся три вида тараканов и несколько азофобосов. Сейчас я вам все расскажу. Но для начала, смотрите, у меня паучок лежит вверх ногами. Наконец-то со зимой решила полинять. Да, конечно, через такой бокс очень плохо видно. Ладно, сейчас я ее достану и покажу. Сейчас очень аккуратно я ее раскрыла. Я на нее стараюсь не дышать. Мне кажется, что это самка, но я не знаю. Я наверняка определить не могу, не умею. Нет опыта. Может, кто-то знающий подскажет, что это у меня такое. Коврик сплела. Она так лежит уже пару часов. Готовится к линьке. Все, я ее закрываю. Мы ее тревожить больше не будем. Сейчас на фоне мальчики грызут косточки от абрикос. Оставшиеся нашла. Поэтому этот шум будет немножко нам мешать. Сюда переложила несколько кокосов. Вытрусила их перед этим, конечно же, полностью от мраморных тараканов. Значит, смотрите, у меня всего лишь два мадагаскарских таракана. Самка и самец. Сейчас надо их как-то пересадить тоже. Не особо затронув никаких других тараканов, чтобы они не попали туда. Это у нас самочка, и она не хочет идти на руки. Ладно, попытаюсь вот так оторвать. Сопротивляется, зараза? Сопротивляется, текает. Ну, куда ты текаешь? Так, а здесь у нас самец. Ну, ничего. Придется сегодня всех хорошенечко так... Ой, лапки и колючки. Жесть. Поймать не могу. Иди сюда. Лапы колючие ужасно. Лапы с присосками. Фиг оторвешь. Так, мальчик пошел. Обживаться в новый дом. И самочку я хочу взять. Это у нас Вася и Зина. Так, самочка не пошла, зараза. Мне кажется, что самочка даже чуть-чуть... Вот на ней, на ней даже таракан один маленький. Обратно его, заразу. Все, вытрусила. Все, они спрятались. Значит, смотрите, какие у нас дела. То есть... Из-за того, что у меня был стриж в июне, я заказывала мраморных тараканов. И из-за того, что стриж в последние 4 дня плохо ел, я немножко не рассчитала и заказала многовато тараканов. Не сильно многовато, но они у меня очень сильно расплодились. За это время 250 штук я уже продала здесь, в Николаеве. То есть, немножко я отбила деньги. При том, что тараканов я заказывала по оптовой цене, а продала я их по нормальной цене. Поэтому, ну, тогда немножко отбила деньги. Вот, видите, маленький беленький тараканчик. Это ребенок мраморного таракана полинял. И вот в чем беда. Я видела неоднократно, как мраморные тараканы пожирают себе подобных молодняк. Пока они белые, пока они полинявшие. И я очень боюсь, что даже если мадагаскарские тараканы решат когда-то отложить мне детей, то вот эти вот твари мраморные, они их слопают раньше, чем я узнаю, что они их отложили. Поэтому мадагаскарцев я отсадила. И я к ним отсажу все-таки аргентинцев. Вот у нас аргентинец-самец. Противные быстрые штуки, но у них плюс в том, что они не лазят по стеклу. Первый пошел. Вот у нас тоже самец. У меня этих аргентинцев здесь штук 15, не больше. То есть я хочу отсадить аргентинцев и мадагаскарцев сюда. И еще у меня я отсаживала зафобос отдельно, потому что зафобос, когда они в куче, они никогда не превращаются в куколки. И никогда не превращаются, соответственно, в жуков. Поэтому зафобос я отложила в отдельную емкость. Посмотрите. Вот это куколка. Это уже жук. И здесь, по-моему, еще должен быть жук или два. То есть сейчас эти жуки тоже пойдут сюда. И они вместе со всеми благоприятно будут откладывать личинки в этот кокосовый субстрат. Я это знаю, потому что я это уже проверила. То есть прошлая партия жуков у меня жила здесь вместе с тараканами. Жуки потом сдохли. То есть у них там маленький, короткий период, когда они могут откладывать личинки. И потом они умирают. Со временем я начала замечать, что личинок становится в аквариуме все больше и больше. И я отсюда еле-еле всех вытащила личинок, когда они уже были большие. Потом я наоборот сюда штуки, штук пять засунула. Но они так и не превратились в куколку, потому что опять-таки они понимают, что их здесь сожрут. А здесь будет мало тараканов, и они здесь спокойно превратятся в куколки. Это опять-таки это уже проверено. То есть когда население меньше, то зафобосы превращаются спокойно в куколки. Здесь их никто не ест. Ну и кормить, конечно, нужно тараканов. Сколько я читала про них, везде пишут, что кормить их нужно сладкими фруктами и некоторыми сладкими овощами. Но я вам скажу, что в первую очередь это рыба и мясо. Это то, на чем растут тараканы хорошо, а это то, что они с удовольствием едят. Посмотрите. Вот эту кость я ложила им целую. Посмотрите, что они с ней сделали. Они ее выгрызли просто. Там хребет тоже я видела. Вот, я ложила это... Никину кашу варила с куриных спинок и ложила куриные спинки потом им с мясом. Вот что они с них сделали. То есть они выедают это мясо прекрасно и потом не кушают друг друга. Все, я сейчас буду пересаживать аргентинцев без камеры, двумя руками, а потом покажу вам, что получилось. Во время пересадки аргентинцев заметила, что много пацанов. Нам это тоже не надо. Поэтому один мальчик как раз жирненький отправляется на корм. Так, закрыла весь свет. Что такое? Что такое, зайка? Ты его упустила как-то странно? Неужели не голодная? Проблема у этих тараканов в том, что они зарывают. Я сейчас возьму пинцет. Может, конечно, она и не голодная? Что такое? Чем он тебе не нравится? Ешь давай. От корма он отказывается. Ты посмотри. Ешь давай, говорят тебе. Укуси его. Фас, взять. Очень колючие лапки, да? Мы боимся, что он нас повредит. Что, мне лапки ему пообрезать, что ли? Уже взрослая девочка. Уже должна нормально справляться с таким тараканом. Ай-яй-яй. Орезала таракану лапы и голову. В таком состоянии он может жить. Еще несколько суток. Существовать и оставаться свежим, так сказать. Жить это уже вряд ли назовешь. В общем, я его оставлю у нее. И я думаю, что ночью она его возьмет. Сейчас еще вечер. Возможно, она еще немножко сонная. Чуть позже она его съест. Все, вот и все. Я пересадила всех. Вот эти вот две ракушки будут использоваться для воды. Поилки. Из аргентинцев у меня получилось 4 самца. Самцы это вот с крыльями. Это вот подросток. Самочка. Сейчас самочку не видно. А вот самочка. Значит, 4 самца, 4 самки. И, по-моему, 6 подростков. Там пол пока неизвестен. Но надеюсь, что самок будет больше, чем самцов, конечно. Потому что этот вид хотелось бы как-то постоянно иметь в наличии. И, возможно, даже продавать. А вот мраморных у меня очень много. Вроде бы пересмотрела всех. Вроде бы аргентинцев тут больше нет. Вот видите, как много. Очень много мелочи. Поэтому тут мне продавать и продавать. Как корм они мне не очень нравятся. Потому что мои пауки уже достаточно подросли. И не особо им нравятся мелкие таракашки. Им нравятся больше вот аргентинцы. Вот видите, аргентинец тут в панцирь заполз уже. Аргентинец раза в два больше, чем вот полувозрелый таракан. То есть там есть, в принципе, нечего. Они больше подходят, мне кажется, для рептилий. У меня покупал их кто-то, ну, мужчина покупал для какой-то рептилии. Для хамелеона, по-моему. Вот. Ну и, конечно, их дети хорошо подходят для малышей и паучков. Которых нужно поднимать. Вот вся пересадка и окончена. Эти пускай жрут друг друга, как хотят. А здесь у меня будет спокойствие, идиллия. Сейчас, может, еще какую-то коряшку сюда поставлю. Пока на этом все. Если будут какие-то новости, будет следующее видео. Всем спасибо за просмотр и пока. Прошло, прошел еще, наверное, где-то час, пока я пересадила тараканов. Решила заглянуть и, вот видите, у нее этот животик, шкурка животика, она потихонечку сморщивается. Я на такой процесс попадаю впервые. То есть, именно сам процесс, когда шкурка именно слазит с живота, я попадаю впервые. Как она вся сморщилась. Очень удивительно. Паучок работает.